Привет, это Сергей Добрый и в этом видео я расскажу о генетических травмах, о том, что это такое в контексте генных ключей. Генетическая травма определяется по Красному Марсу, то есть это у нас бессознательная наша область, область нашего дизайна. Все, что обозначается красным, наше тело и проживается нами неосознанно. То есть это некоторые наши животные реакции. В данном случае Марс обозначает некоторую незрелую энергию, то есть способ действия на физическом плане, такой первобытный, который проявляется в частности в низшем своем плане. Это стратегия защиты. То есть когда кто-то к нам обращается, мы боимся его и пытаемся защититься. Или наоборот, хотим агрессивно подавить его и пытаемся нападать. То есть генетическая травма это низшее проявление нашего бессознательного Марса. На высшем проявлении, то есть когда мы начинаем прорабатывать эту свою тему, он проявляется в то, что в генных ключах называется призванием. То есть это способ действия на физическом плане, при котором мы действуем эффективно. И собственно то, что на физическом плане нам требуется делать, какую роль играть, для того, чтобы мы генетически для этого созданы и для того, чтобы иметь успех. Итак, значит красный Марс после того, как вы нашли у себя в карте, смотрим цифру после точки. То есть в данном случае 29 ворота это сама гексограмма, точка 3. Вот цифра после точки как раз и является тем, что в генных ключах называется генетической травмой. Они бывают от 1 до 6, поскольку в каждой гексограмме 6 линий. Рассмотрим сейчас эти линии. То есть первая линия, вторая, третья, вот как в данном примере было, четвертая, пятая и шестая. Итак, если у нас после точки цифра 1, то эта травма называется травмом подавления. То есть в данном случае Марс, незрелая эта энергия, пытается защищаться из-за страха быть подавленным. То есть он подавляет свои чувства или чувства окружающих людей и боится быть подавленным. И из-за этого пытается подавить других. То есть это получается либо убежать, либо подавить. И рост этого всего идет через обучение, позволение себя чувствовать. То есть честность, признание себе и другим в том, что ты чувствуешь. Перестать бояться своих чувств. То есть первая линия, это всегда идет исследователь. То есть в данном случае исследуем свой страх. Исследуем вот это чувство, что меня кто-то может подавить, кто-то на меня может давить. И опять же исследуем чувство, признаемся себе, что я хочу подавить кого-то. То есть вот сейчас я чувствую, что вот сейчас я его подавлю, чтобы он заткнулся, чтобы он залез к себе и больше не вылезал оттуда. И вот первая линия как раз, когда мы начинаем признаваться себе, замечать это, проживать это, то тогда мы можем уже как-то с этим поработать. Потому что основная проблема как раз теневого проживания этого всего, то, что человек это просто не замечает. Почему эта энергия незрелая? Потому что человек это бессознательно воспроизводит. Вообще весь красный столбик, он бессознательно воспроизводится. Человек может только начать замечать это, наблюдать, принимать. И, соответственно, расти уже в этом направлении, в плане проживания, в плане восприятия себя. То есть когда мы честно признаемся себе, что я сейчас хочу подавить его, я хочу или чувствую, что меня подавляют. Мы можем преобразовать первую линию травмы в уникальное творчество. То есть стать творцом, креатором, уникальное творчество и новые идеи, способные привнести в этот мир. То есть когда мы выходим на новый уровень проживания этой чистоты. То есть, ну вообще, раз мы рассматриваем Марс, и вообще все вот эти шесть линий, они в принципе, вот Ричард Ратт их сопоставил классическим чакрам. То есть первая линия соответствует Муладхаре, нижней чакре. То есть это тема выживания в материальном мире. И получается, когда мы, что называется, Муладхару свою начинаем чувствовать, начинаем чувствовать вот этот вот страх, желание подавить, или когда кто-то подавляет, мы уже не начинаем подавлять человека или ругаться с ним как-то, а начинаем говорить, что, слушай, ты на меня давишь, давай не будем в этом контексте общаться, давай будем так-то, так-то, то есть уже переводим в более высокие сферы, то есть не бессознательно это проживаем, а уже сознательно. И получается, что мы выходим на новый уровень, в том числе и взаимодействие, уникальное творчество приобретаем, и способны почувствовать новые идеи, выразить их. Вторая линия называется травма отрицания, то есть это у нас линия отшельника, соответствует Содхисхане, то есть это тема общения. И в данном случае у нас отрицание проявляется через отрицание все вокруг, и человек пытается закрыться и отрицать в себе все, или отрицать в мире что-то. Таких людей, если кто-то пытается надавить на них, или указать что-то им, тыкнуть им, что вот у тебя тут не так, у тебя тут не так, он закрывается и все отрицает. У меня нет этого. Нет, этого нет, этого не существует. Ты не прав, все, это не так. То есть как вот отшельник, рак-отшельник в ракушку прячется, так и здесь в данном случае человек закрывается и все отрицает. И таким людям бесполезно что-то говорить, они просто не видят этого. Они просто говорят, нет, это не так. Как же прорабатывать эту травму через расслабление и допущение? То есть мы действительно не способны обладая Марсом второй линии отшельником наблюдать свои вот эти где мы не правы. Поэтому мы можем только расслабиться и допустить, допустить, что слушай, а может быть у меня действительно вот так вот есть это. Ну вот мне говорят там, что ты допустим что-то там плохо делаешь. Ну может я действительно что-то там плохо делаю. Вот. То есть там говорят ты плохо говоришь, ты плохо там что-то там, не знаю, ты плохо что-то делаешь. Может действительно я плохо говорю где-то чего-то, может действительно плохо объясняю, может действительно где-то плохо что-то делаю. Ну давай допустим это. И понаблюдаем за собой со стороны. И в этом случае как раз вторая линия Отшельника раскрывается в Марсе и мы действуем уже через свой уникальный стиль, через яркую реализацию творчества. То есть мы здесь проявляем уже возможность импровизации своего естественного такого самовыражения, не обученного какого-то такого стандартизированного что ли, а вот именно уникального. И получается реализация творчества, получается очень такая, человек чувствует как себя реализовать наилучшим образом или реализовать кого-то. Если в первой линии мы чувствуем как инновационно к чему-то подойти, как что-то новое привнести, по-новому это сделать, то здесь мы чувствуем как уже что-то уникальное выразить на материальный план. Как-то уникальным образом упаковать это все, как-то сделать. То есть если в данном случае это в контексте фирмы отдела разработки, то здесь это отдел упаковки, отдел подготовки к реализации. Третья линия называется травма стыда в контексте генных ключей, разумеется. И здесь также мы чувствуем страх, то есть это уже третья чакра, манипура, стыдит или избегает окружающих. То есть в данном случае чувство стыда, чувство неполноценности какой-то, чувство того, что что-то со мной не так. Или попытка пристыдить других, постоянно навешивание на других. Ну что же ты делаешь, ну как тебе не стыдно. Это проявляется не только по отношению к детям, хотя в контексте дети, родители такое часто проявляется. Вообще все вот эти травмы в контексте дети, родители очень сильно проявляются. Но и вообще в любом конфликте с окружающим, потому что Марс это тема конфликта, войны, в данном случае получается стыдить, стыдить всех. Но почему человек стыдит? Потому что он сам стыдится и он пытается закрыться от этого, боится прожить это. Но когда мы признаемся себе в этом стыде, чувствовать свое чувство стыда, перестать бояться его, перестать бояться своих чувств, то во-первых мы обретаем юмор и мы уже не бежим от собственных чувств, мы проживаем их. Мы способны углубиться вот это все, что пробы, ошибки, третьи линии мученика мы не боимся. Ну да, вот мы стыдимся, что мы где-то там ошиблись, мы где-то несовершенны, где-то чего-то там. Но мы больше не стыдимся этого. И мы обретаем собственно вот эту вот ту силу воли, манипура отвечает за силу воли, которая способна уже в бизнесе преуспеть и дать стратегичность, стратегическое видение любых процессов на всех уровнях. То есть это человек, который способен налаживать такие крупные процессы, связывать их воедино, связывать значит креаторство и какую-то уникальную упаковку с реализацией их во внешний мир. Такие люди зачастую именно богатые за счет того, что вот не то, что сами что-то делают, а именно способны связать многих людей воедино, создать некий вот процесс, механизм, поскольку они это видят. Следующая чакра или следующая линия в контексте генных ключей называется травмоотвержение. Линия оппортуниста это. И отвержение, поскольку мы про оппортуниста раз заговорили, то это тема свой-чужой. Отвержение отвергает из страха быть преданным. То есть внутри такое чувство, что меня все бросили, такой одинокий. Меня все отвергли и если человек боится этого, то боится проживать это, боится даже признаться себе в этом, то он как раз постоянно сам предает, сам отвергает и внутри чувствует, если себе признается, что вот он действительно боится, что его кто-то предаст. Он часто даже сам первый это все предательство и создает. Если мы признаемся себе в этом чувстве, начинаем его исследовать, наблюдать, начинаем его, не пытаемся его вот именно прям изменить что-то, а именно начинаем наблюдать, наблюдать как свою природу, то у нас проявляется как раз уже вот такое вот, мы не боимся больше, что нас отвергнут, что нас предадут. И мы способны любить, мы способны нежности, способны проявлять доверие к другим людям. То есть вот это вот душевное такое дружественное отношение к людям, перестаем закрываться от них, перестаем вот это пытаться, что чуть что он не так сделал, сразу опа и бежать от него, сразу отвергнуть его. Значит и проявляется талант в налаживании контактов, в взаимодействии. То есть это такой душевный маркетинг. Четвертая линия уже идет трансперсональная, то есть она, если здесь мы производство, то здесь уже маркетинг, здесь уже все продажи, распространение чего-либо. И четвертая линия это налаживание контактов, личных контактов, то есть это личные продажи. Это можно сказать сетевой маркетинг или душевный маркетинг, когда человек говорит, слушай, вот такая штучка появилась, ее еще никто не прочухал, что это такое. Я вот чисто тебе даю такое вот по блату. Вот такой вот талант у этого человека. То есть на близкой руке другими людьми быть. И соответственно четвертая чакра соответствует анахате, то есть это анахата, это тема любви или закрытости, чертости. Пятая линия, травма вины называется, соответствует горлу, горловой чакре. И значит горловая чакра вишутха отвечает за самовыражение. В данном случае она чувствует ответственность, глубокую ответственность. В самом низшем состоянии это обвинение. Она обвиняет других или впадает в состояние жертвы. И это настолько глубокая тема, что если человек ее не проживает, не признается себе в этом, что в нем, если у него в Марсе есть пятая линия, что травма вины, она в любом случае есть. И в каждом конфликте она вылезает. Если человек не признается себе в этом, то получается, что вот он постоянный обвинитель. Все дети у него виноваты, все вокруг виноваты, начальство виновата, правительство виновата. И внутри, если глубоко покопаться, то все сводится к тому, что он чувствует сам себя виноватым. То есть я у вас у всех виноватый, вот значит вы все на самом деле виноваты. Так вот это работает травма вины. И как же исцелить ее? Прощение себя и других. То есть почувствовать, что на самом деле никто не виновен. На самом деле вот эта сложная штука, без... Некоторым это невероятно тяжело понять, как это никто не виноват. На самом деле это древнейшая тема такая, чтобы понять, что если бы ты знал наперед, чем это закончится, ты бы это не делал. Если бы другой человек знал, как тебе больно, он бы тоже этого не делал. Если бы другой человек не был черствым, не был бы там, был бы идеальным, он бы это не сделал. Но никто не святой, и ты не святой. И бесполезно себя обвинять, и других обвинять. Надо почувствовать это, что никто не идеален. И не брать на себя ответственности больше, чем нужно. То есть в данном случае, когда мы проживаем это все, глубоко углубляемся, именно не только умом, а именно чувствами, в эту вину погружаемся чувством, перестаем бояться ее, проживаем, то в нас просыпается эффективность и практичность в управлении. То есть мы способны уже управлять многими людьми, мы способны уже распространять нечто, мы способны быть заразительными, мы способны вдохновлять, что называется, другими. То есть горло раскрывается от чувства вины, и мы способны уже тот продукт, который в данном случае здесь произвелся, мы способны массово запустить его в серию, рассказать уже всем. То есть это уже рекламщик некий такой. Ну и шестая линия, это уже соответствует чакре Аджни. Значит, шестая линия ролевой модели, называется травма разделенности. Она отделяет себя от всего мира, обвиняет других в бесчувственности. То есть это глубокое ощущение, что другие не чувствуют его. Что они в себе замкнулись, и меня не чувствуют. Конечно же, как и в остальных тоже, все идет к тому, что человек сам находится в иллюзии деленности, сам бесчувственен и пытается переложить на других, что называется, это все. То есть, как и во всех остальных случаях, перестать быть жертвой, проживать это все, вот эту свою отделенность, начать признаваться себе в этом, начать заботиться о других, о себе и о других. То есть в первую очередь о себе позаботиться, и появится ощущение, когда мы перестанем чувствовать вот эту отделенность, мы будем чувствовать единство со всеми. У нас естественным образом появится желание где-то позаботиться о других, потому что мы будем их чувствовать, мы будем чувствовать их потребности, а о ком может быть не надо заботиться, наоборот, что они должны здесь быть самостоятельными. Но это все идет через чувства, через внутренние ощущения, не через ум. То есть ум здесь уже не будет править, здесь уже будет все тело работать, скажем так, вместе с умом. И для таких людей проявляется дар филантропии, раскрытие своего потенциала и других через любовь и заботу. То есть филантроп человек, который заботится о других, допустим, материально. То есть человек, вот ролевая модель, который сам обеспечен и способен помочь другим раскрыться. Или наоборот, получает обеспеченность через помощь другим, через раскрытие других, через любовь и заботу о других. На самом деле, кроме Марса, у нас есть, вот у нас Марс, у нас есть огромное количество других областей, сознательных и бессознательных. То есть это все темы жизни, которые мы проживаем. И кроме этой травмы, у нас, конечно же, есть и другие тени какие-то, которые вызывают в нашей жизни проблемы, которые вызывают определенные тупики в нашей жизни, которые вызывают то, что мы называем несчастье. И изучение каждой из этих сфер позволяет нам реализовать себя, именно найти свое место в жизни. Как мне реализовать себя, как мне проявить себя, кто я есть такой.